Ко дню космонавтики в Республиканской библиотеке Российский Центр науки и культуры провёл мероприятие. Сюда были приглашены представители Министерства образования и Министерства культуры. На мероприятии дети рассказали о первом полёте человека в космос. На проекторе были показаны фотографии космонавта Юрия Гагарина. Учащиеся городских школ подготовили стихи о космосе. Вселенский грохот утро разорвал, взревел восток, нацелен в небеса. «Да, поехали!» – с улыбкой он сказал и заглушил земные голоса. Проложен след в небесной сизой мгле. Гагарин Юрий! Слышим вновь и вновь! Летит его улыбка по земле, хранит его всеобщая любовь. Участники мероприятия также рассказали о том, что первым на земле Юрия Гагарина встретил наш соотечественник Ахмат Гассев. Также были подведены итоги конкурса на лучший рисунок «Этот загадочный космос». Победители конкурса были награждены дипломами. Полёт Юрия Алексеевича Гагарина – это заслуга всего советского народа в 1961 году. Это заслуга ваших мам, ваших пап, ваших бабушек и дедушек, ну и старшее поколение – наша с вами заслуга, наших братьев и сестёр. Ибо все мы, когда мы жили в той одной большой стране, работали каждым на своём месте, мы внесли именно вклад, мы сделали всё для того, чтобы первый человек из космос полетел именно гражданин нашей страны. Поэтому, ребята, всегда помните об этом и всегда гордитесь этим, что мы с вами, наши предки, причастны к полёту Юрия Алексеевича Гагарина в космос. «Ну, конечно же, мне хотелось поблагодарить всех участников этого замечательного конкурса, потому что ваше участие позволило представить в публике, ежели не только многогранный талант, но и позволило увековечить память о человеке, шагнувшем в космос, Юрия Алексеевича Гагарине». За содействие в проведении конкурса педагогам, которые подготовили детей, были вручены благодарственные письма. Эльвира Дебилова, Алина Кейсева, Алим БТФ. Информационный выпуск сегодня.